Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава Евангелия от Иоанна. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями. Вот Иоанн перед нами проводит такую портретную галерею людей, которые встречаются с Иисусом. И эта галерея, она как будто построена по принципу... А давайте я вас еще раз удивлю. Вот у нас Иоанн Креститель, такой великий пророк, который предшественник Иисуса. Потом его ученики, становящиеся учениками Иисуса, такие очень простые ребята. Вот его мать на свадьбе, которая просит его помочь, когда закончилось вино, и даже гости на этой свадьбе, мы их видим. Каждый раз какая-то другая жизнь. Потом он выгоняет из храма продавцов жертвных животных и менял. И мы видим, что уже начинается конфликт между иудейской духовной знатью и Иисусом. Наверное, они все плохие, эти самые фарисеи. Ну, мы уже знаем, что фарисеи – это ужасно плохие люди. А вот там хороший, в третьей главе. Был среди фарисеев один человек по имени Никодим. То есть человек важнее группировки, к которой он принадлежит. Вы все... И дальше там всякая ругань начинается. Неправда. Во всех случаях это неправда. Потому что, может быть, фарисей Никодим. Один человек по имени Никодим из иудейских правителей. Как-то ночью он пришел к Иисусу и сказал ему, почему ночью? Ну, наверное, не потому, что он весь день тяжело работал, и только ночью осталась возможность. А он не хочет, чтобы это знали и видели. Да, он может быть трусоват. Боится, что его как-то за это... Ну, не то, что накажут, но как-то к нему будут доверия меньше проявлять, если узнают, что он к Иисусу ходил. Вообще стыдно. Он же начальник, да. Он правитель, он знаток. И приходит и начинает дурацкие детские вопросы задавать. Как будто он мальчик маленький. Так вот, как-то ночью он пришел к Иисусу и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты посланный Богом учитель. Никто не может совершать такие знамения, как ты, если Бог не с ним. Вот смотрите, от него требовали этих знамений. Он их не давал, по крайней мере, мы не видим, что он их давал. Но человек, который честен с собой, он их видит и делает соответствующие выводы. И важно, что он с самого начала утверждает вот эту свою степень веры, доверия Иисусу. Но он не просто его интервьюирует. Знаете, очень часто вот так, особенно там в соцсетях, кто-то анонимно бросает тебе вопрос, а ты отвечай, да? А, собственно, кто я для тебя? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Я для тебя авторитетный человек? Чем мнение тебе важно понять, чтобы с ним согласиться? Или тебе просто забавно? Или еще что-нибудь, да? Так вот, значит, он говорит, ты посланный Богом учитель. Иисус сказал ему в ответ, аминь, аминь, говорю тебе. Мы ждем, что он как-то подтвердит, скажет, да, я посланный Богом учитель. Так вот, аминь, аминь, говорю тебе. Никто не сможет увидеть царство Божие, если не будет рожден свыше. Почему его так не заботит свой авторитет Иисуса? Вот признает, наконец, человек, как часто будут не признавать. Ну, вот признает, поддержи это, скажи в конце концов, спасибо большое. Я тоже очень рад твоим словам, что ты во мне увидел кого-то. Вдруг в отрицательной форме. Никто не сможет, не будучи рожден свыше. Причем здесь это? Про то, что его никак не признают все остальные, вот, кроме Никодима? Или призыв к самому Никодиму, слушай, не важно, что я творю знамение. Важна та весть, которую я несу. Вот нужно родиться свыше. Как это? Говорит ему Никодим. Как может человек стать в старости новорожденным? Он ведь не сможет вернуться в утробу матери, чтобы родиться снова? Иисус ответил. Аминь, аминь, говорю тебе. Никто не сможет войти в царство Божие, если не будет рожден от воды и духа. Что рождено от плотья, то плоть, а что рождено от духа, то дух. Ну, вот, как Иван Креститель говорил, что он омывает водой, а Иисус омоет духом. Да, и снова такое же не очень понятное выражение, вот как это, родиться от духа. Не удивляйся, что я тебе сказал, нам нужно родиться свыше. Дух, как ветер, веет, где хочешь. Хочет. Ты слышишь его зов, но не знаешь, откуда он приходит и куда уходит, так и с каждым, кто родился от духа. Ну, не навел он ясности, положим, да. А наоборот, куча всяких тонкостей. Сказал бы, надо креститься, да, надо помолиться, там, я не знаю, надо какие-то еще жертвы принести, обряды совершить, да. Не будет рожден от воды и духа. А, ну, про крещение, допустим, да. Да, но дух, как ветер, веет, где хочет. А как тогда быть? Ты бы объяснил, куда пойти, в какую каноническую юрисдикцию, или, я не знаю, там, каким духоносным старцем, чтобы эту ситуацию как-то, ну, исправить, да, родиться свыше, заново. А ты говоришь, дух, как ветер, веет, где хочет. Гоняться за ветром, да, еще такое в библейском языке есть выражение, да и по-русски оно тоже существует. Ну, то есть, бессмысленно тратить свои усилия на недостижимое, да, ветер не догонишь. Так дух тоже не догонишь. Никодим в ответ его спросил, да, он тоже не понимает. Как такое может быть? Он же задает честный, открытый вопрос. Вот я не понимаю. Объясни. Иисус ему на это сказал, ты в Израиле учитель, но ты этого не знаешь? Ну, да, не знаю. А что, разве учитель знает абсолютно все? Аминь, аминь, говорю тебе. Мы говорим, что знаем, мы свидетельствуем о том, что видели, но вы не принимаете нашего свидетельства. Я вам рассказал о земном, но вы не верите. Как же вам тогда поверить в то, что расскажу вам о небесном? Кто же восходил на небо, или что-то кто с него спустился? Сын человеческий. Ну, это, конечно, прямое указание на его предвечное существование. И как Моисей возвысил пустыни медного змея, ну, была история, когда израильтян кусали змеи и сделали специального медного змея, Моисей его поставил, кто на него смотрел, тот получал исцеление от укусов. Так вот, как Моисей возвысил пустыни медного змея, так и сын человеческий должен быть возвышен, чтобы всякий, кто в него поверит, получил вечную жизнь. Возвышен, то есть, видимо, распят, да? То есть, на столбе быть поднятым над этим миром, как тот самый медный змея. Но это еще никому не понятно. И почему же он не дает простых ответов, да? Вот там обряды, правила, указания, дело, это все и будет хорошо. А потому что, очевидно, вся суть учения Иисуса в том, что не совокупность исполнения этих самых обрядов, правил, запретов, предписаний дает вечную жизнь, а отношения, которые выстраиваются с сыном. И дальше объясняет, почему. Дальше самая знаменитая фраза, наверное, из всех Евангелий четырех, но из Иоанна абсолютно точно. Бог настолько возлюбил мир, что отдал своего из народного сына, чтобы всякий, кто поверит в него, не погиб, но обрел вечную жизнь. Красиво, но не до конца понятно. Всякий, кто поверит в него, не погиб, но обрел вечную жизнь. А как же, когда убивают? А, ну это про смерть физическую, да? А тут имеется в виду, наверное, духовная смерть, да? То есть, что вера в сына избавляет от смерти души, да? Физически-то понятно, что умирать рано или поздно придется. А зачем Бог отдал своего из народного сына с этой целью? Если он хотел, чтобы никто не погиб, он мог просто это сделать, да? А вот опять мы возвращаемся к идее Агнца. Вот тогда эта идея была вброшена, вот Агнц, берущий на себя грехи мира. А здесь Иоанн к ней возвращается и говорит, это необходимо, чтобы люди не погибли вечной гибелью. А как, я пока объяснять не буду. Я просто отмечу, что это необходимо. А зато вместо этого он рассказывает про механизм спасения, если можно так выразиться. Бог послал в мир своего сына не для суда над миром, но чтобы мир через него получил спасение. Примирение с Богом. Вот этот мир, который возле лежит, который полон грехами, пороками, он должен измениться для того, чтобы люди, которые в этом мире, получили возможность жить дальше. Обратим внимание, чтобы мир через него получил спасение. То есть даже весь мир целиком. Тут хочется спросить, а там животные или какие-нибудь цветочки, птички, бабочки, да? Они что тоже? Да вот весь мир должен исправиться. А конкретики не будет. Иоанна конкретики мало. У него конкретика там, где тут житейские всякие подробности. Сколько воды влезал в сосуды для очищения и все такое прочее. А вот богословие он оставляет таким туманным, наверное, потому что это действительно вещи, очень плохо описуемые формальным языком. В отличие от объема какого-нибудь сосуда с водой. Кто верит в него, не подсуден, а кто не верит, уже осужден. То есть вообще суда не будет, получается. Ну, мы понимаем, что это скорее такая образная речь. Уже осужден, потому что не доверился имени единородного Божьего Сына. Так, а что насчет суда? Это в конце времен, когда Бог будет всех вызывать и каждому говорить, насколько он был неправ. А вот нет. Суд состоит в том, что свет пришел в этот мир, но люди возлюбили тьму больше света, ибо дела их были дурны. Всякий, кто творит зло, ненавидит свет и на свет не выходит, а не то откроются его дела. То есть суд не в будущем, а что в прошлом уже осужден. Или имеется в виду, что он как бы вне временной, то есть он и сейчас протекает, и 2000 лет назад протекал. Да, это все один и тот же суд, а не просто их цепочка. Но здесь опять-таки слово суд, как и другие слова, например, спасение, они же выражают не что-то, на что можно показать пальцем и сказать, да, вот это суд, ну, там, районный суд такого-то города, а это вот скорее состояние. И стало быть, суд — это не внешнее, это внутреннее событие с человеком, да? Свет пришел в этот мир, люди возлюбили тьму больше света. Вот они себя осудили, вот они себя наказали, вот они остались во тьме. Это и есть их суд. А не то, что там ангел с огненным мечом пришел и порубал им всем голову и бросил в котлы какие-то кипящие. А сами отказались от света. «Всякий, кто творит зло, ненавидит свет и на свет не выходит, а не то откроются его дела». Вот жизнь в пороках и грехах, как, собственно, наказание одновременно за них же. «А тот, кто поступает поистине, выходит на свет, чтобы открылись его дела, ведь он творит их перед Богом». Вот такая довольно простая история, да? Вот, Никодим, ты интересовался, как тебе спастись и что нужно сделать. Вот очень просто все. Пойди попробуй исполни. Но смотрите, то же, что интересно у Иоанна, как и у других евангелистов, но у Иоанна особенно, Иисус не отвечает словами, которыми его спрашивают. Да, он как-то переворачивает вопрос, объясняет больше, лучше, глубже. После этого Иисус отправился вместе с учениками в Иудею. Он оставался там и крестил людей. А Иоанн крестил в Эноне, что около Салима, еще одно место, которое мы точно не знаем, потому что там было много воды. Ну вот Иоанну прям размахнуться нужно. Да, Иисусу достаточно даже небольшого количества воды. Иоанн любит явно так основательно подходить. К нему приходили люди и принимали крещение. Сам Иоанн тогда еще не был заключен в тюрьму. Но вот про Иоанна явно читатели много знают, и достаточно просто назвать. Ученики Иоанна как-то поспорили с одним иудеем об очистительных обрядах. Тогда они пришли к Иоанну и спросили. Рави, на той стороне Иордана был с тобой один человек, и ты свидетельствовал о нем. Так вот, он совершает обряд крещения, все идут к нему. Ну, обидно же, да, конкурирующая фирма образовалась. Иоанн сказал в ответ. Ну, классический сюжет свадьбы, на которой бывший возлюбленный, отвергнутый, может быть, и он может переживать, злится из-за того, что невеста уже не ему. Иоанн готов себя на это место поставить и сказать, ну, я-то радуюсь, да, я вот на свадьбе не третий лишний, я друг жениха. Ну, а кто тогда невеста? А вот очевидно, что это благодать и истина, которая Иисусова, да, а Иоанн всего лишь гость на этой свадьбе. «Кто приходит свыше, тот выше всех, кто от земли, тот земной и говорит по земному, кто приходит с неба, тот всех выше, что он видел и слышал, о том и свидетельствует, но этого свидетельства никто не принимает, а кто его принимает, тот подтвердил Божью праведность». Ну, опять вот это обобщение, из которого тут же исключение, да. «Божье послание говорит Божьи слова, ведь Бог дает духа без меры». Опять эти слова о духе, мы только что слышали про крещение духом сначала, потом про, соответственно, то, что нужно родиться от воды и духа. И вот нам все хочется сказать, давайте, давайте, давайте нам какие-нибудь ориентиры, а это не важно, Бог дает духа без меры, важно захотеть его принять, а дальше уж он найдет тебя. «Отец любит сына, и все передал в его руки. Кто верит сыну, тот обладает вечной жизнью, а кто не верит сыну жизни, не увидит. Божий гнев его не оставит». Да, довольно резкие, жесткие слова. И, казалось бы, Иоанн, может быть, и не должен был так уж жестко отвечать тем, кто его спрашивает. Вот это его ученики, часть из них уже отделилась и пошла вместе с Иисусом. Но Иоанн, автор, я имею в виду Евангелие, он очень много внимания обращает именно на эту иерархичность, на то, что Иоанн Креститель сознает себя как чем-то, сознает себя чем-то менее значительным, чем Иисус. Ну, все-таки он великий праведник, а что у нас насчет тех, кого никто не любит? Вот они к четвертой главам. Продолжение следует...